Братья и сестры, здравствуйте. За моей спиной лицо, наверное, самого узнаваемого афроамериканца последних дней и будущих лет. Это, конечно, не Мартин Лютер Кинг, это не Майк Тайсон, это не Луи Армстронг, это человек, пять раз сидевший в тюрьме, однажды за вооруженное ограбление, употреблявший наркотики и распространявший их, по несчастью, умерший под коленом полицейского или впоследствии по дороге в больницу при законном и жестком задержании. То есть задержании, предусматриваемым законодательством и регулирующими нормами действия полиции. Джордж Флойд, так звать этого усопшего, похороненного в катафалке, довезенного до места погребения в Золотом гробу, что называется удостоился, хотя ему, наверное, это не очень важно. Что интересно, на месте этого инцидента, там, где полицейский колено придавил лежащего на асфальте человека, что, собственно, и стало, очевидно, причиной его смерти, наверное, или помогло, стали совершаться различного рода богослужения харизматические. Там людей крестят, чуть ли не во имя Джорджа Флойда, потому что там уже плакаты висят такие, что Джордж там равно Иисус. Джордж как новый Иисус для людей, для которых Black Lives Matter. Значит, там совершается исцеление уже, и это такое место силы для последователей этого нового движения, такого расового движения, которое колеблит сегодня Америку. Одно из моих таких глубоких убеждений – это то, что в основе всех событий окружающей жизни лежит какая-то духовная подоплека, какой-то духовный фундамент. Мы можем его видеть или искать, если хотим, можем его не видеть и до лампочки нам, но так или иначе духовная подоплека существует во всех событиях нашей жизни без всякого исключения, начиная от заваренного утром кофе, значит, заканчивая звездочкой на небосклонник, когда мы засыпаем. Там везде есть религиозная проблематика. Что здесь религиозного? Это прямая отсылка нашего сознания к событиям, связанным с распятием Господа Иисуса Христа. Как вы помните, одного человека Пилат имел право отпускать на праздник. И он предложил людям, кого хотите, отпущу вам, Иисуса ли, глаголем Могохриста, или там кого-то еще. И они закричали вораву, отпусти нам вораву. Значит, беже ворава разбойник, говорит евангельский текст. Ворава разбойник вместо Иисуса. Говорит, а этого что? Распни, распни его. Какое зло сотворил? Говорит, из лихого пияху. Распни, распни его. Итак, Иисуса били и предали на распятие, а вместо него отпустили вораву, и был ворава разбойник. Разбойник вместо Иисуса. Это евангельская история. Воровизм. Это такое, может быть, такое, условно говоря, явление, когда люди избирают себе злодеев-вожди. У нас вся революция происходила под командованием бандитов. Там Котовский был, там, записной бандит, там, всякие там террористы-бомбисты, там, эсеры, значит, террористическое крыло, сплошь бандиты все, значит, это бандиты, как святые. То есть бандиты становятся святыми в глазах людей. Кинематограф этих, так, святых 90-х, значит, это сплошная сага о бандитах. Вот американский кинематограф, там, времен бутлегерства, там, сухого закона и прочего, это мафиозные все эти штуки, это сплошь поэтизация, романтизация бандитизма. То есть бандит – это какой-то новый Иисус в сознании человечества. И действительно, за большим столом, за которым сидят самые главные люди мира, банкиры, политики, олимпийские спортсмены, соискатели медалей, танцовщицы, модели, даже валютные дамы из эскортных услуг и, конечно, гангстеры, занимают главное место в сознании людей и главные места за большим накрытым столом современной цивилизации. Иисус стоит за дверями, в лучшем случае. В худшем Иисуса зовут как официанта. Эй, помоги-ка нам, ты там, говорят, добрый, и все можешь, ну-ка принеси нам перемену блюд и убери старую посуду. То есть так относятся к Иисусу Христу люди. И это мы видим еще раз на подобного рода событиях. Значит, Флойд-Иисус на месте смерти Флойда или страданий Флойда совершаются всякие харизматические действия, и там кто-то умудрился от чего-то исцелиться, там крестят, там так и так, значит, смело можно искать здесь параллели с избранием разбойника вместо Господа. Вечно Господь как бы пытается, Господа пытается кем-то заменить. Я удивляюсь, кто только себя Иисусом не называет. Например, такая кровавая персона нашей отечественной истории, некий Муравьев, бывший царский офицер, в последствии тиран Киева и Одессы, который куда приходил, везде обкладывал народ контрибуцией, набивал карманы валютой и золотыми слитками и вешал, резал, взрывал и травил газами всех подряд, но главным образом царских генералов и офицеров. Он в послании, значит, при взятии Одессы писал, «Как Христос пришел с Востока, так и мы, большевики, несем новый свет с Востока. Мы-Мессия, мы-Христос, весь трудовой народ ожидает освобождения от нашей большевистской революции». То есть Муравьев себя, не в шутку, возомнил Христом. Многие эксцентрики из числа революционеров тоже считали, значит, что мы, понимаешь, чуть ли не во имя Иисуса, там, бомбы мечем, как бы, значит, и ножи суем в представителей власти. Вот еще одно такое интересное явление. Оказывается, подобного рода болезни интернациональны. Они не только связаны с большевистской революцией в нашей стране, они связаны вообще с любым буйным движением. Вот, пожалуйста. И на Майдане тоже там шаманили некоторые, якобы попы, которые пытались осветить и сакрализировать это вакханалию и беснование. То есть везде куда-то хотят притащить Иисуса какой-то, значит, в свой вертеп. То есть как будто ему больше делать нечего, значит, как будто он не свят и во святых почивает. Замечайте эти вещи, друзья. Повторяю, интересно жить на свете. Страшновато, но интересно. Когда мы во всяком событии окружающей жизни, личной и общественной, замечаем евангельскую подоплеку. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова